22 июня 1941 года в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Митинг, посвященный Дню Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, состоялся у мемориального комплекса партизанам Полесье. Чтобы почтить память воинов-земляков, партизан-подпольщиков, павших за родину на полях сражений, здесь собрались горожане, руководство Пинска, ветераны, молодежь. Наш священный долг – сохранить историческую правду о той великой победе и передать ее следующим поколениям. Низкий поклон всем, кто приближал победу во имя жизни, мира и добра. На территорию Беларуси наступала самая мощная группировка немецких войск. Вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, а также Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города. В Пинске 22 июня первыми встретили врага и дали отпор ему не воинские части, а партизанский отряд под командованием Василия Коржа. Это сражение вошло в летопись Великой Отечественной войны как первое партизанское сражение. Эта война была одним из самых тягчайших испытаний, которые с честью и достоинством выдержала наша страна. Никогда не забудется подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего эту победу в тылу. Мы учимся у них стойкости и верности Родине. Никогда не погаснет в наших сердцах свет победы и вечный огонь памяти. Сегодня в память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, кто умер от мучений и пыток в фашистых лагерях, кто сгорел в газовых камерах и взорвался на снарядах, кто бросался под танки и своим телом защитил от обстрела детей и стариков, в память о них по всей Беларуси зажгутся миллионы свечей, у многочисленных мемориалов будут гореть немеркнущий огонь славы. Участники митинга возложили цветы к памятнику партизанам. В год народного единства, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны наш долг хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и передать их следующим поколениям. Если вспомнить годы войны, каким Пинск остался в 44-м году, практически город разрушен, основная часть жителей была уничтожена, только Святая Воля, деревня, где захоронено 32 тысячи только уничтоженных жителей, там говорят, еврейское кладбище, но там много захоронено разных национальностей, поэтому война – это трагедия для любого народа, и надо делать все, чтобы таких вот скорбных дат никогда не было ни у одного народа. Я в деревне, когда война была, я в деревне жил тогда, помню, как у нас немцы стояли, как выступали, что такое, мы пратались в подвалы, пратались, что такое, вот так память осталась. Помню, как меня мать на руках несла, и мы в рожь пратались, подхерповали, за деревню бежали, падали, там лежали, понимаете. Там, например, аэродром возле жабрицы, бомбили все такое, вот, и мы бежали в рожь, пратался, все такое, вот. Мне было три годика, две земли я пратался в лесу, в землянке, отец и мать. Это сошно, там в лесах партизаны были, чтобы молодежь помнила. Вот что произошло у нас в Белоруссии, вся молодежь у нас, как выходила на это, вообще я смотрел по телевизору, невозможно смотреть. Почему молодежь это делает? У нас же Родина есть, нас никто кормить не будет, мы сами должны производить все, и вот так жизнь построена. И никто не придет на нашу землю, и нам не даст жизнь хорошую, кроме как сами построены. Памятные мероприятия прошли в этот день в знаковых для каждого пинчанина местах. Митинг с возложением цветов состоялся у братской могилы мемориального комплекса воинам-освободителям. Легли цветы к памятному знаку «Взрыв» в деревне Посиничи. Почтили светлую память всех погибших в Великой Отечественной войне и на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе, где 22 июня 1941 года разорвались первые фашистские бомбы. Пролилась первая кровь пинчан. Это был стратегический объект, он является на сегодняшний день. И, конечно, знали, что он строительский объект не только командования вооруженных сил, но, конечно, и разведка работала в фашистской Германии, и они тоже знали. Поэтому был совершен налет, бомбежка, и в итоге здесь был погиб один рабочий и двое было ранено. Пять лет назад, в день 75-летия начала Великой Отечественной войны, на территории судоремзавода благодарные пинчане открыли мемориальную доску в память о первых жертвах войны в городе Пинске. А сегодня, 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, вся Беларусь сплотилась единой минутой молчания.